Человек, который часто появляется в эфирах, на радио, в ютьюбе, в газете, в куплете. Какой избитый гость, которому задают обычно избитые вопросы? Я постараюсь все-таки избежать избитых вопросов избитому гостю. Виктор Шандорович, привет. Привет. Год еще не думает кончаться, но все-таки я не могу для себя ответить на вопрос, что самое главное в этом насыщенном году, не могу сказать, что прям радостном, вот что самое главное для тебя и для, как ты думаешь, для нас. Пандемия, Белоруссия, отравление Навального, Хабаровск. Ну, на нашу жизнь, если мы такой большой знаменатель берем, так как мы, да, наша, то, конечно, пандемия, конечно, пандемия, потому что со всеми последствиями вместе. Ясно, что как было, не будет, что-то меняет, да, друг, все, вот другое, да, это другая жизнь. Появился общий знаменатель для человечества, вот, понимаешь, да, в кои-то веки. Ведь, в принципе, ну, вот мировая война, да, может быть, общему знаменателю, видите, Господи, общий знаменатель для всех. Мы видим, как по-разному, да, как по-разному борьба с пандемией проходит в Китае и там во Франции, да, как где-то ругают начальство, там, такая модель, другая модель, шведская, не шведская, где-то просто заваривают, да, дома вместе с больными, чтобы они там умерли. Но это такое наблюдение скорее внешнее, а внутреннее, ну, конечно, изменилась жизнь. У меня сильно изменилось, потому что я года с 90-го столько не жил на родине, прям сказать. То есть, даже удивительно. Сижу себе в родном городе, и я даже от себя ожидал, что я, в общем, смогу это так относительно легко перенести, хотя состояние моей психики лучше оценить снаружи, но все-таки я думал, что я поеду к крыше. Если бы мне сказали в марте, что я вот так, значит, буду сидеть до ноября, я бы, наверное, огорчился бы сильно. Но так постепенно втянулся по Жванецкому. Хотела спросить тебя про Конфуция, про, не дай бог, жить в эпоху перемен. Неужели ты можешь пожелать нам всем жить в эпоху стабильности? Кажется, уже жили. Нет, ну, это же, надо договариваться о терминологии. Давай, договоримся. Ясно, что как бы, нет, не пожелаю, конечно, не пожелаю. Мы не в Северной Корее, да, и никто не требует, и рис растет, да, и, так сказать, не обязательно за... Ты не рискуешь умереть голодной смертью вроде бы, да. Ну, так, да, вот это все. Так трусами нас делает не только раздумья, но трусами делает привычка, привычка. И вот это самое подлое, что понимаешь, что перемены будут связаны, безусловно, с драмой, безусловно, возможно, с кровью. Бог знает с кем. Эти перемены необходимы совершенно, потому что альтернативой является просто вырождение. Страны. Ну, то есть они необходимы стране. Человек уже может решать каждый, как он хочет. Уезжать, оставаться, встраиваться, вписываться, маргинализироваться, спиваться. Просто то, что мы могли 10 лет назад попробовать, последний раз, когда мы там с тобой виделись на Сахарова там или где, да, поменять правила, да, поменять правила, поменять легитимным путем. Мы же хотели всего лишь, мы хотели всего лишь честных выборов. Мы не хотели выпускать кишки, да, там, взрывать. Мы хотели честных выборов. Наш выход сюда и наш выход 10-го на Болотную, это был прежде всего выход нравственного протеста. Потому что людям просто не нравится, когда им плюют лицо, и о них вытирают ноги. Никто не сделал так много для того, чтобы у нас сегодня было 120 тысяч, как премьер-министр Владимир Путин, оскорбивший целую страну, умудрившись оскорбить. Мы будем свободны, если сами этого захотим. Сегодня тот, кто не ворует, тот лох. Кто не пилит, тот лох. Сегодня стыдно быть не успешным, не богатым, не начальником. Значит, ты лох. Мы не хотим быть лохами. Мы здесь власть. Мы граждане. Мы здесь власть. Путин лох. Поскольку легитимный путь отрезали, и мы сами не смогли добиться, и так далее, и так далее, то осталось вот то, что осталось. То есть это либо стагнация, либо революция. И ничего третьего. Я читала свое уголовное дело, и там одно из своих уголовных дел читала, мне там совершенно поразила справка ФСБшная на меня, которая это дело претворяет. Там было написано про 2011-2012 год, что и вошла в Координационный совет оппозиции с целью вступить в легитимные переговоры с властью. Это ужасно, да. Да, да, это состав преступления. Это только что я где-то у кого-то читал тоже такой состав преступления, где-то задержали тоже человека, что планировал избираться в органы власти. Что такое, да. Ну, то есть просто чудовищное преступление. Хочу прийти к власти с помощью выборов. Так вот, легитимно не получилось, а значит, поскольку, значит, все продолжается, то, значит, осталось два пути. Это путь стагнации, да, ядерное оружие сгниет, да, значит, технологии не дадут, отдавят на край глобуса. Собственно, мы сами себя отдавили на край глобуса. И живите все там, как можете. Мало ли, стран живет, которые никого не интересуют, как они там живут, да, в концах света. Да, стагнация. Либо уже теперь, да, на смену белоленточникам, если это рванет, то уже рванет не со стороны тех, кто хочет легитимных изменений и свободы слова и честных выборов, а рванет со стороны просто людей, которых гиря до полу дошла. В книге Иова, скажем, до кости дошло, да, вот когда до кости дойдет, когда уже речь не о легитимности и не о Панфиловой, о том, что жрать нечего. И понятно, что будет кровь какая-то, понятно, что будет много несчастья. Вот. Но исторически цена за бунт, она меньше, чем цена за покорность. Вот в чем парадокс. Это мы проходили, когда вот началось в Америке с Флойдом, да, вся эта история. И нам говорят, вы хотите вот так, да, вы, там, правач, вот вы хотите, чтобы вот так вот разносили страну, там, да, из-за этого. Но в итоге цена за то, что сожгли полицейский участок, да, и разнесли там что-то, цена-то меньше, чем цена покорности, как в Северной Корее. Там просто 2 миллиона рублей, никто слова не сказал, да. Остальных из огнеметов пожгли. То есть цена за мятеж, в итоге историческая цена, получается меньше, чем цена за покорность. Но желать этого, буквально желать, вот чтобы завтра вот что-нибудь такое ломануло, эмоционально желать я этого, конечно, не могу. Ну вот в Хабаровске ломануло 91 день. 91 день длился Хабаровский протест. Вот его, в общем, судя по всему, разогнали, потому что жестко, жестоко, уголовные дела, по дадинской статье, все. И, по-моему, этого никто не заметил. Ну, кроме, я не знаю, двух десятков людей, которые за этим пристально смотрели. Конечно, так в этом, это главная драма России, нету нации. Нету нации-то, нету. Ну, да, есть территория, по которой, я говорю, бутерброд, по которым неровным слоем размазаны люди, населяющие эту территорию. Шиес выходит, никому дело нет, да. Шиханы, никому дело нет, кроме Шиханов. Хабаровск, никому дело нет, кроме Хабаровска. Страны нет. Это надо давать себе отчет. Единой страны, вот так, чтобы, как в Миняполисе, да, какого-то наркоторговца там зателил, да, там, убил полицейский, и страна взрывается, потому что это немедленно становится национальным событием, да, полицейский беспредел. Или там права черных. Это тема, потому что есть нация. А нету отдельно Миняполиса, отдельно Канзаса, отдельно Флориды, да. Мне кажется, что есть там не только нация. Я хотела тебя спросить как раз про систему. Вот мы все видели дебаты с Байденом и Трампом. Ужас. То есть представить себе, что вот эти два полутрупа, в любом смысле слова, один из них будет президентом. Ну, причем один уже есть, и Америка не рухнула. И я думаю, что она и не рухнет в любом случае. То есть есть какая-то система, в которой работает прежде всего защита от дурака. Конечно, об этом и речь. Об этом и речь, что Трамп или Байден, это, конечно, очень важно. Особенно важно для левых, правых. Это очень важно. Это другие программы, другая, так сказать, да, другая демагогия. Истинственность другой демагогии. Она сменится опять демагогия, да. Или что-то сменится. Кланы будут там друг к другу. Но система работает, да. Система работает, суды есть. Самое главное на этих дебатах – это журналист. Самое главное, что мы видели на этих дебатах, это журналист, который может… Во-первых, кандидат, который может сказать, действует президент, уже заткнись, наконец. И журналист, который может задавать неудобные вопросы, который, главный здесь, да, они претендуют на внимание публики, эти двое, а он от публики уполномочен задавать им вопросы, контролировать порядок. И вот это поразительно. И никто ему не скажет, прекратите хрюкотать. Или как это было сказано Путином, хрюкотать, главное? Да. Один из внуков, дочка начала его учить жизни. Это которая? Ну, какая разница. Зря вы хрюкаете, потому что... Не хрюкаю, а покашливаю. Ну, тем более. Покашливать нечего, потому что вы же не живёте моей жизнью. У нас система плохо работала при Ельцине. Она была. Был суд, и были анекдоты того времени, да? Возьми поровну и решай по справедливости. То есть, да, всё равно, да, он был, конечно, не датский суд, да, и не европейский. Были СМИ, в которых мы с тобой работали, были другие СМИ. Пожалуйста, но, тем не менее, система работала. И мы видим, как конкуренция, даже вот в нашем с тобой деле, да, в нашем с тобой ремесле телевизионном, да, как... Да, мне говорят, олигархи, да, в олигархических детствах, да. Но в шесть часов появлялся диктор там программы «Время», и он не мог не сказать о каком-то событии, потому что в семь часов появлялся Осокин или Миткова, да, и так далее. И было понятно, что это всё равно станет всенародным, всё равно об этом узнают. Они вынуждены были разговаривать. То есть, система работала, она плохо работала, она работала, хромала, неплохо. А Путин просто её ликвидировал, демонтировал эту систему. И сейчас ничего нету. Слушай, а ты видел последнего прекрасного Геннадия Андреевича Зюганова? Он же тут что, отмочил? Это же было прекрасно. У них был Zoom, или я не знаю, что. Путин встречался с главными фракциями Госдумы. И тут Геннадий Андреевич Зюганов, такой, значит, восставший из ада, вдруг говорит Путину там, про Навального. И вдруг говорит, ну вот вы видели вот этого, вот этого берлинского пациента, это же молодой Ельцин, только трезвый. Да. Что касается Навального, это по образу и типу молодой Ельцин, но только трезвый. Перед ним ставилась задача сформировать свою партию, движение широкое, и все сделать для того, чтобы и дальше продолжить лихие 90-е, но под другой вывеской. Он так и сказал. То есть у нас все-таки ветеран коммунистического движения и реальный конкурент Ельцина 96-го года, абсолютно реально, еще несколько раз был, вдруг сказал в лицо Путину, что у нас есть новый Ельцин и даже трезвый. Берегись, Путин. Кстати говоря, фотографии тут прямо выкладывали, действительно похожи. Вот молодой Ельцин какой-то, там есть общие черты, но главная общая черта Навального и Ельцина, что они оба то, что называется политические животные. То есть, конечно, политик как призвание, вот как бывает музыкант или художник, или инженер, вот политик как призвание. Да, и это абсолютно, это очень точно, это очень точная вещь. Значит, только это обнадеживающее замечание, но в чем печальная разница? Тогда маятник шел, конечно, в сторону демократии. Да, совершенно очевидно. То есть, уже было понятно, что так жить нельзя. Это был главный там, сказать, слоган. Как-то по-другому, уже ясно, что по-другому. И дискредитировала себя коммунистическая система, а свобода и демократия были желанные перспективы. Это то, чего мы не пробовали и хотели бы попробовать все, почти все. Вот. Сегодня либерализм сначала сам себя немножко дискредитировал, не на шутку, а не немножко. А потом два десятилетия его просто дотаптывали. И сегодня слово либерал это ругательство, либерализм, да, это ругательство для подавляющей массы людей. Либерализм это ругательство. И востребован, может быть, да, может быть, в качестве альтернативы, может быть, востребовано нечто такое, что мама не горюй. Значит, это вопрос открытый, конечно, что будет, каким образом, что придет на смену, что именно. Мы видим, что и Навальный, как ты, так сказать, обратила внимание, его главная тема это классовая тема. Классовая тема. Это же, да, вот богатые, да, посмотрите, вот они наворовали, они богатые, они у вас воруют. Богатые и бедные. Мне кажется, я ничего не путаю, что мы уже боролись с богатыми, что у нас уже бедные, да, так сказать, приходили к власти, да, в прогнившую коррупционную страну, да, и так далее. Мы толком не зашли, по-настоящему не зашли как раз на либеральную территорию, потому что зашли ненадолго, а дальше под видом либерализма, ну, уже Гайдара же не было в декабре 92-го года, как мы помним, да, то есть тех либералов, которые, собственно, либералы, да, и которые предлагали нечто, да, это все закончилось, еще нибудь, 93-го года уже генералы рулили в Кремле, а дальше особисты начали рулить, и в этом смысле, все, возвращаемся к Конфуцию, да, в каком виде придут перемены, и не забудем, хабаровский протест, это протест эмоциональный, это протест человеческий. Вот это общность, ощущение общности, оно есть у хабаровчан, это наш край, ничего про Россию не сказано, это наш край, это место, где мы живем, мы хотим жить так, как мы хотим жить, и на повестке дня, со всей очевидностью, ну, по крайней мере, для меня, либо изменение правил, либо реальный федерализм, вот настоящий федерализм, не на бумажке, а настоящий федерализм, и самоуправление местное, и так далее, и так далее, либо распад России, я, так сказать, вижу, вот, ну, мне кажется, что это именно, что альтернатива, то есть, ничего третьего не придумать, как в Америке, да, есть небольшой центр, Москву делаем, дистракт Колумбия, да, маленькая Москва, маленькая, или в Новой Москве делаем, отдельную, да, отдельную правительственную область, там они сидят, решают, семь процентов бюджета им, да, чтобы они там решали какие-то внешние, какие-то общие вопросы, а все остальное уходит, власть уходит на места, либо такой вот федерализм, либо через какое-то время совершенно очевидно, когда эта лапка, ОМОН кончится, в Хабаровске, вот сейчас на чем держится, собственно, федеральная власть в Хабаровске, только на ОМОНе, только на ОМОНе, больше совсем ни на чем. Когда разговариваешь сейчас с белорусами, я всегда прошу их назвать, кого бы они хотели видеть своим президентом, вот из довольно большого круга потенциальных участников. Напиши фамилию президента Беларуси, какого ты хочешь. Одну фамилию напиши, я сейчас махну хвостом, так и будет. Вы бы кого написали? Свою. Я отличный президент Беларуси, я буду хорошим. Я хотела тебя спросить, выбери начальника, хорошо, не для России, но хотя бы для Москвы. Ну, как выбери начальника? Ну, я, то есть, вот, кто скажу, тот и будет, да? Да. Ты знаешь, что? Не, не получится. Вот я лет 30 бы сказал, о, я сейчас назову, да? А сейчас я понимаю, что поскольку его выберу я, а не они, то очень скоро начнется тектонический разлом, очень скоро выяснится, что, ну, не гадим, ну, можно я, ну, Гавала, да? Можно ли Гавала в Мариэлл? Я приезжаю в Мариэлл, привожу за ручку Гавала и говорю, вот он ваш, значит, президент. Мариэлл смотрит на меня с большим недоумением и говорит, что за хер такое? Зачем он нам? И действительно незачем, потому что Гавалл хорош как президент, когда его выбрал народ, который захотел этого президента. Да? Значит, длинная история в том смысле, что надо, надо, чтобы они захотели, надо, как у ребенка, выработать потребность. Выработать потребность, чтобы он, то есть можно отволочь один раз туалет и заставить вымыть руки в ванную, да, с мылом и несколько раз приучить. Но, в принципе, с какого-то момента он должен понять, что так лучше. Ему нужно вымыть руки. Не папа выпарит, если он не вымоет, да, не мама не даст котлетки, а ему нужно. Так-то, конечно, ну, вот был Боря Немцов, да, там, да, замечательный. И уж пока, ну, да, понятно, был Шаров-де-Ланесе. Вот Шаров-де-Ланесе, я много раз говорю, при его жизни я говорю. Да. Вот. Вот Шаров-де-Ланесе. Но он наш гавел. Он был бы наш гавел. Даже русский. Вам русский нужен. Нате вам русского, да, если если вам, вас евреи не устраивают. Есть и русские. Вот есть Шаров-де-Ланесе, да. Честный, образованный, совестливый, да, вот, да, все, что надо. Не все, что надо, потому что он будет вызывать аппарат, да, как он будет, значит, к нему должен прилагаться бюрократический аппарат, состоящий из кого. Я сосковцу даю в начальнике Шарова-де-Ланесе. Условному, да. И что? Съедят этого Шарова-де-Ланесе, опозорят, дисквенитируют, опозорят, сделают виноватым за все и выгонят с позором. Вот и все. И он умрет или покончит с собой. Вот и все. Значит, вопрос не в том, кого мы с тобой хотим, а вопрос в том, чтобы продолжать объяснять, чтобы постепенно количество людей, которые не хотят кровопийцу и не хотят царя-батюшку, а хотят менеджера и понимают, что честный – это не убогий, а это полезно, что это правильно. И что вот так, как выглядит премьер-министр Финляндии, Норвегии и Дании, да, вот это так должен выглядеть начальник, они большой, волосатый, вонючий и опасный для окружающих. А мы будем гордиться, что он такой опасный для окружающих. А ты видел последнюю картинку, последнюю картинку, видимо, из бункера Путина, судя по всему, я не знаю откуда, но таких интерьеров нам еще не показывали. Недавняя картинка, когда Путин сидит в среде мебели а-ля Бронцалов, особняк Бронцалова, когда у него стоит лампа а-ля приемная в частной клинике, люстра из, не знаю, дворца Металлургов и шторы, лучший траурный зал крематория. Ну, это же... Что? Вот! Это то, про что мы говорили. Помнишь, Киндзадзе? Народу нравится. Ему нравится, Оля. Это ты схватил из-за головы, я схватил из-за головы. И все хрюкаем и веселимся. А это его представление о вкусе. Он из бандюков. Он из бедноты, во-первых, относительной. Изначально, да, из бедноты. И это богато, и это есть его представление, это есть его компенсация. Поэтому вопрос, какая разница? Ну, Шаров-Доланы, ну, Гавел. Это не имеет никакого значения, кого я назову. Имеет значение, да, чтобы это каким-то образом совпало, найти вот эту точку. Да? Вот Ельцин был поразительным, ранний Ельцин был поразительной фигурой, потому что он был совершенно по типажу, да, такой царь-батюшка, да, и то, что нужно, да, то, что нужно десяткам миллионов, просто по типажу. Да, вот этот вот тип-тип большого барина, да, который обнимает бабушек, да, прислоняет к плечу, там, помжа, что угодно, на качелях качается, вся эта пошлость выборная, он это очень делал легко и весело. Он был свой, да, он был свой, на каком-то вот генетическом уровне, не на генетическом, конечно, на вкусовом, историческом уровне. А Гайдар, который начал загибать пальцы, начиная разгибать пальцы из кулака, ты помнишь, да, я ахнул, потому что понял, что у него нету перспектив, потому что в стране, где загибают пальцы, а он в Принстоне выросший начал разгибать пальцы, перечисляя необходимость действий в экономике, все, пропал. Человек разгибает пальцы, не загибает, он не свой. Когда он сказал слово отнюдь, все, он погиб, не важно, что он сказал после слова отнюдь. Он сказал очень много умных вещей, их никто не услышал, потому что отнюдь, он чужой, да, это происходит на каком-то прямо вот почти животном уровне. Вот сменить, вот эта смена типажа, эта вещь, к сожалению, очень медленно. Сколько эта метастаза сожрет живых жизней, сколько лет и жизней потребуется, не знаю, не знаю. Исторические ощущения, что, ну, значит, они, они, исторически обречены, но это их историческая обреченность, может нам обойтись, бог знает во что еще. Потому что у меня была такая фраза, в 90-м году написано, в расщельную между двумя эпохами может провалиться несколько поколений. Это было в 90-м году. Я не предполагал, до какой степени это изящное мо практически в подпранасе будет. Мы еще не вылезли из постсоветской, из советской эпохи, конечно. Ты сказал, что эта метастаза сожрет еще сколько-то жизней. И говорил сейчас про Долоне, что его бы, конечно, довели бы, и он покончил бы жизнь самоубийством. Конечно, я хочу спросить об Ирине Славиной. Ты написал очень пронзительный пост про Ирину Славину, которая, конечно же, была доведена, естественно, это доведение до самоубийства, которое, конечно, никто, никакая власть не признает. Но вот к ней пришел на похороны губернатор Нижегородской области. Слушай, у меня такое ощущение, что я очень этого боюсь. Я работаю с таким контингентом, в общем, подвижным, и которых тоже доводят. Я очень боюсь, что это не последний случай. Мы живем, конечно, в чудовищной норме. А дальше уже, да, кто-то, кто-то, да, что я, слава Богу, что не каждый так поступит, понимаешь, да, потому что мы живем в чудовищном, ну, как заключенные, да, что надо для того, чтобы зона начала вскрывать вену, да, что-то должно быть сверх, да, сверхобычного унижения. И сама история Ирины Славиной, ее гибели, и того, что последовало потом, то есть ничего, да, гы-гы, сумасшедшее, ненормальное, да, это не только политическая норма, чудовищно, ведь мы же видим комментарии в Фейсбуке, и уровень, да, уровень, это вбито уже, это вбито, то ли это стокгольмский синдром такой, не знаю, там есть и стокгольмский синдром, безусловно, потому что если это, если это пустить, как бы в душу, то надо что-то делать, а что-то делать, это кишка тонка, поэтому, да, ну лучше, да, пусть она будет сумасшедшей, спокойней, мы нормальные, нас сумасшедшие, живем дальше, живем дальше. Виктор, но ведь ты сам жертва хейтерства во многом, на тебя обрушивается, как мало на кого, и уже много лет. Ну да, ну и это компенсируется, это компенсируется, это компенсируется, человеческими словами другой части аудитории, и я научился, ну хотя бы немного, не знаю, что я такое отзеркаливаю холодное, да, и такой небожитель, которому не важно, что о нем говорят, моя проблема в том, что я каждого из пишущих считаю человеком, я пытаюсь объяснить, но, но все-таки, когда уже совсем не в моготу, я вспоминаю имена людей, которые ко мне хорошо относились, и, да, и как-то полегче, я переживу эту ненависть, я различаю ненависть, ненависть и людей на службе, как мне кажется. А тебе не кажется, что хейтерство это как раз то, что нас, нас, в смысле страну, объединяет? Здесь, мне кажется, как-то в последние несколько лет все ненавидят всех, хейтят всех, и поэтому так, ну, то, что называется срачи, просто разлетаются на ура. Это, я думаю, что это было всегда, человек не меняется, природа человеческая, фейсбук, социальные сети просто показали уровень катастрофы нам всем. Мы почти не способны разговаривать. Срач возникает на ровном месте. в отношении к какому-нибудь художественному фильму или сериалу, да, не то, что там за Гитлера или против Гитлера, да, за Стальной. Нет, нас этому не учили разговаривать, вести диалог, да, а довод против довода, теза-антитеза, это все потеряно, нас, почти этого нет. Слушайте, а Ройзман, а Ройзман со своими прекрасными короткими и емкими высказываниями, это не дискуссия? Ройзман как жанр? Нет. Ройзман как жанр, да. Ройзман как жанр. Нет, это забавно, это забавно. Нет, но это все-таки, ты же понимаешь, что это такой крайний случай, он не претендует на диалог, он дает оценку, оценку. Мне это смешно, потому что, мне кажется, может, это смешно мне, потому что я примерно с этой стороны, да, мне кажется, что есть, знаешь, это он очень точный, смешной, смешные вещи пишет. И старая формула Леонида Лиходеева, филитониста блистательного, смешно, потому что правда. Он ведь, мы смеемся, потому что он пишет правду, и он находит самый короткий путь к правде. Матерный, да, сплошь и рядом. Вот. Это не хейтерство, да, это все-таки другое. Хейтерство, оно выглядит, оно чаще всего бездарно. Ройзман дает оценку. Да, она крайняя, можно с ней соглашаться, но судя по тому, что мы смеемся, она очень точная. Если бы она не была точной, мы бы не смеялись. Это феномен некоторый, я так импровизирую, я думаю, почему, да, почему Ройзман это не пошло, а Маргарита Симоньян пошло. Почему? Очень простое объяснение. Ройзман равен себе, а Маргарита Симоньян пытается изобразить деятеля культуры, и государственника. Понимаешь, а Ройзман вот такой, как есть, и он равен себе. Равенство себе, это почти, да, почти интульгенция. Как Ленечка Ерофеев. Ну, можно не читать, да, или Губерман. Да, можно не читать, если не нравится этот стиль, да, не нравится этот язык, но Юз Олешковский, но это равенство себе. Это, да, человек от своего имени, говорит, это непобедимо. А Симоньян все время притворяется, да, она все время пытается показаться больше, чем она есть. Она довольно мелкое существо, да, довольно пошлое существо, а изображает себя государственника, деятеля культуры. И это смешно на самом деле. То есть, вот, вот где пошлость. А мы с тобой не пришли ко второй национальной идее, собственно, говоря о хейтерстве, может быть, еще, знаете, я сейчас, как в учебнике по литературе за девятый класс, пошлость такая вот, одна из наших бед. Ну, пошлость, да, пошлость даже Набоков впервые его написал по-английски это слово, да, как известно, оно вошло, вошло в английский язык, как некоторые, это не про пипиську пошлое, да, пошлое, это как раз про говорение общих мест, да, про такое он, у грандиозного Самуила Лурье была лекция про пошлость, которую я всем рекомендую, она издана, это, вот он там очень точные слова нашел, я-то сейчас импровизирую, но, конечно, пошлость в, вот в таком, она рядом со словом напыщенность, она рядом с пафосом, наша главная болячка, если говорить о национальной болячке, она тоже типовая, это ощущение собственной изборности, это лечится, это все проходили, нам кажется, что кругом будет суббота, а здесь четвертый, нам кажется, что законы исторического развития, да, законы физики, экономии, что для нас это все не писано, что есть какое-то, вот Россия, вот она как-то вот между струйками проскользнет, знаешь, а мне кажется еще, что вообще мы воюем, мы вот Россия как страна последние несколько лет воюем, потому что мы хотим добра, мы хотим научить, сказать украинцам, что вы дураки, ничего не знаете, а вот мы вам сейчас, мы вас сейчас научим, в Грузии тоже, какой-то Саакашвили, да мы вам сейчас сделаем все, мы сейчас его прогоним, мы дадим вам, научим, подскажем, мы от доброты и любви воюем, так вот про это профессор Преображенский говорил Шарикову, не барментателю, вы должны молчать и слушать, слушать и молчать, вы должны научиться спускать воду, вы должны научиться, вы должны научиться мыть руки, вы должны научиться элементарным вещам в социальном, в общежитии, да, человеческом, межнациональном, внутри себя, вы должны честно считать, научиться честно считать голоса, вы должны научиться не врать, вы должны научиться элементарно, старным вещам, которых вы не умеете. Говорят нам снаружи, но никто не... А внутри говорят круто, нам это не нужно. Ты крутой. Хрен с ним за... Страсбург, Фигасбург, ты главная правда за нас. Бог за нас. Мы особенные. Да нифига мы не особенные. Если посмотреть... Да, вот я рассказывал уже про особый сенегальский путь. Ты ничего не знаешь про особый сенегальский путь? Ты не в курсе? Там был президент в 2000 году избранный. В 2008 году он вместо себя поставил премьер-министра. Потом снова сам. Это уникальный сенегальский путь. Да, у них кругом особая опора на традиционные ценности. Войны по периметру. Да, и так далее, и так далее. Это все особый сенегальский путь. Оль, в том-то и дело, что путь совершенно типовой. Всякий путь узурпации власти и деградации, стагнации, он вполне типовой с какими-то рюшечками. Чадайб говорил, что мы одним локтом уперлись в Германию, другим в Китай. Но левый-то локоток слабнет. Китай-то может наш локоть сломать как спичку уже. И наш единственный шанс цивилизации – это стать частью Восточной Европы. Стать Восточной Европы. Альтернативой этому – стать Западным Китаем. Все, ничего третьего. Потому что мы сами по себе с нашими ресурсами не выживаем. Ну, просто не выживаем. Либо через какое-то время мы обнаружим себя просто китайскими территориями. Это уже происходит. Уже весь Восток. Китаю не надо никакой армии. Знаешь, какая армия у Китая? Если все встанут по дружью. Численность – 700 миллионов. 700 миллионов человек – это китайская армия в момент мобилизации. Но она не понадобится для Хабаровского края. Для всего этого не понадобится. Они просто заходят туда и уже берут. Потому что никакой России-то нет. очевидные вещи. Которые запрещено даже говорить. И которые когда все в очередной раз рванет, будет очень обидно, что этого можно было как-то избежать. Мы на канале Мыр любим говорить запрещенные вещи. И с нами был Виктор Шундерович. Во многом запрещенная штучка. Спасибо, Виктор. Спасибо. Счастливо, дорогая. Америка. Я – должно быть.